Финики – знаменитые плоды пальм, которые обычно растут в тропиках. Эти фрукты с древних времен служили основным видом пищи в странах Африки и Дальнего Востока. Их размер и цвет напрямую зависят от того, в каком регионе созревали фрукты. Едят их как в сыром, так и в сушеном виде. Свежие плоды обычно имеют довольно терпкий сладковатый вкус и желтоватый цвет, а после сушки приобретают насыщенный сладкий вкус с медовым оттенком, кожица становится коричневой. Сегодня мы расскажем, какое действие оказывают финики при употреблении натощак. Кому категорически запрещено употреблять с виду полезные финики? Какие есть методы применения выздоровления с использованием фиников? Перед тем, как перейдем к применению фиников в выздоровлении, Хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 97,4% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписанной». Заранее спасибо и приятного просмотра. Польза и применение фиников в оздоровлении. При расстройстве желудка для приготовления лечебного средства нужно подготовить 5 фиников, промыть их под проточной водой и просушить. Залить плоды одним стаканом дистиллированной воды, поместить емкость терьем на медленный огонь, довести до кипения и проварить 15 минут. После снять емкость с огня, остудить отвар, убрать косточки из плодов, перетереть мякоть и добавить небольшое количество сахара. С полученной смесью нужно смешать 1 стакан вареного белого риса и употреблять готовую смесь в качестве десерта. Такое средство достаточно принимать 1 раз в день. Оно поможет справиться с расстройством желудочно-кишечного тракта и нормализовать пищеварительные процессы. При камнях в почках. Для лечения образования камней в почках используются измельченные косточки фиников. Готовится отвар из косточек фиников в определенной последовательности. Сначала косточки 6 фиников нужно измельчить в порошок, после залить полулитром очищенной воды. Поместить емкость на медленный огонь. Спустя 10-минутного кипячения состав надо снять с огня, остудить, затем процедить через марлю. Готовое средство необходимо употреблять на голодный желудок за полчаса до еды, трижды в день. После расхода приготовленной дозировки необходимо приготовить следующую. Использовать можно только свежий отвар. Как правило, хватает пару недель ежедневного приема, для того, чтобы камни начали выходить. Для оздоровления поджелудочной. Для качественной очистки поджелудочной железы рекомендуется на протяжении двух недель натощак по утрам есть финики. Перед употреблением их нужно промыть и уложить на посуду из фарфора. За это время поджелудочная хорошо очищается и обеспечивается качественная профилактика ее последующего загрязнения. Финики полезны при изжуге, благодаря содержащейся в них глютаминовой кислоте. Эта кислота эффективно выводит желудочную кислоту, которая становится причиной изжуги. Достаточно на протяжении трех дней съедать с утра три финика и изжога прекратиться. При простуде, сухом кашле, хрипе в горле. Подготовьте до десяти плодов фиников, тщательно промойте их под проточной водой, просушите, поместите в отдельную емкость, залейте полулитром дистиллированной воды. Поставьте на медленный огонь. Необходимо варить в течение часа. После снять с огня и процедить, готовый отвар принимают в горячем виде. По такому же принципу, можно сварить несколько плодов в одном стакане свежего коровьего молока. От холестерина. Употребление в сутки до 100 граммов фиников способствует снижению уровня содержания холестерина в крови, в результате происходит очищение сосудов. В них устраняются условия для возникновения атеросклеротических бляшек. От запора. Необходимо промыть под проточной водой 10 фиников, очистить их от косточек, измельчить до состояния пасты. Полученную массу соединить с одной столовой ложкой натурального мягкого сливочного масла и таким же объемом перемолотого до состояния порошка черного перца. Перемешать смесь до образования однородного состава. Готовое средство нужно принимать после утреннего пробуждения на голодный желудок. Это позволяет активизировать пищеварительный процесс. При интоксикации. Замочить на сутки финики в воде, после выпить образовавшийся настой. Принцип действия такой настойки построен на восстановлении в организме человека, утраченных по причине употребления алкоголя, полезных элементов, в частности это относится к калию. Для того, чтобы восстановить нарушенный водно-солевой баланс, требуется до пяти плодов. Несмотря на хорошие питательные свойства и богатый состав полезных веществ, есть финики можно не всем. Так, врачи не рекомендуют их тем, у кого диагностирован синдром раздраженного кишечника. При этом заболевании финики могут вызвать неприятные симптомы со стороны ЖКТ, главным образом расстройство желудка и вздутие. Стоит быть осторожными и аллергиком. Если раньше вы не пробовали финики, нужно начать с одного небольшого плода и следить за реакцией. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, не стоит съедать больше одного-двух фиников сразу, поскольку в плодах содержится сахарный спирт, сорбит, который может провоцировать диарею. Исключить финики из рациона стоит и при непереносимости фруктозы. Диабетикам перед употреблением этих сладких фруктов рекомендуется проконсультироваться с врачом. У фиников высокий гликемический индекс. В связи с этим они могут вызывать достаточно резкие перепады уровня сахара в крови.